так сейчас будет значит заключительный ролик по этому мотору это уже точно все хватит я вам видео покажу как он встает на глиссер сколько у него мощности и так далее а сейчас вот что у нас получилось тогда смотрите как четко сочетается название с полосками цвет вообще удачный просто болотный такой зеленый светло-зеленый получается смотрите как идет черное основание здесь вставка болотная такого цвет дальше полосочка опять черная болотный колпак и название suzuki вообще шикарно лучше в магазине когда он родной весь в наклейках всяких suzuki 9 и 9 блин вообще я обалдею все четко все своими руками да он защита уже она приделана блин кстати показать было мы давайте сейчас все это вытащили покажу аккуратненько потом вынимаем здесь у нас душа на перекачке и вот он друзья защита винта ну и самого конечно от этого мотора смотрите как грамотно все сделано вот это готовая вещь вообще стоит я уже говорил и повторюсь около десятки но на это не такая а по моему блин по одному пруту ли по 2 ну короче не важно здесь же все сделано к заводским болтам то есть лишних дыр здесь нету чтобы присверлить и краска об сам мотор а вернее само железо до нержавейка не будет об краску мотора тереть есть он толстый шланг подложили вот на этот конус а здесь от камеры он даже двойная чтобы тоже ничего не терлась чтобы защитить получается любой топляк любое бревно любая выдра любой аквалангист который в воде он проходит мимо винта не цепляя его вот по этим прутам это нержавейка шестерка и туда дальше уходит оба дно вы тоже не повредите его потому что стукается в него одно мотор уходит просто вверх это такая некая защита продолжение приключений мотор на лодке но к сожалению забыли бензобак шланг души есть бензобака нет нашли вот такой вот выход магазине сантехники купили два штуцера которые скручиваются друг между с другом канистра 10 литровая китайская под бензин в крышке просверлили отверстия закрутили штуцера пластиковый шланг откуда-то пришлось пожертвовать двумя сантиметрами родного шланга отрезали родной штуцер но теперь делаем так немножко по-колхозному но когда нет бака даже такой сойдет можно было 20 литровую канистру она больно тяжелая но чтобы бензин спокойно поступал в двигатель нам нужен клапан чтобы воздух проникал в канистру если крышка будет затянуто бензин не расплескивался мы просверлили 2 миллиметровая нет полтора миллиметровое отверстие в ручке воздух попадает внутрь канистры спокойно и когда плескается в ручку он не заплеснется то есть сюда будет выходить только воздух пары все ну как совсем со всеми канистрами бензобаками рядом курить нельзя вот такой вот выход из положения вот так еще и не ой 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 никак одному никак а вы-то на глисер моментом вышли а все ну давай не болтыхнись только будет болтых обратно как-то он так шустренько на клейсера вышел что я даже не заметила сегодня уехали их не видно все заработало показывает что это работал 0 1 часа все работает все работает сиди среди кувшинок все было хорошо первое время а сегодня почему-то у нас тахометр отказал может батарейка села завтра откручу попробую поменять батарейку нашли причину почему у нас эта штука отказала китайская пайка просто отвалилась трупа пайка сейчас на поймать все пошел грузится сейчас будет показывать но уже не покажет все наши намотанные часы обнулился полностью пустили надо перепаять этот аккумулятор ловим с перекидного моста и он там в кувшинках с какой радость я не знаю на тесто вот такой вот щуренок клюнул вообще кошмар это как чудо-юдо рыбакит на тесто щуренок вадим поймал большую щуку вадим ну-ка красавчик хорошего окушка поймал вот это я только что щучку упустил а вадим окуня поймал красава ну это видео так получилось у него пузо смотри какой брюхо но он его паспица не рекомендует Субтитры создавал DimaTorzok